Брюссель, центр Евросоюза. Тут давно готовы выделить огромную финансовую помощь Украине в войне с Россией. 50 миллиардов евро. Но вот незадача. Одна страна ЕС внезапно заявляет. Стоп. Речь о Венгрии и ее руководителе Викторе Орбане. Он постоянно говорит, что якобы переживает за контроль над расходованием средств. Но есть подозрение, что на самом деле Орбан преследует куда более корыстные цели. И Еврокомиссия готова уступить этим требованиям ради спасения пакета помощи. Компромиссное решение, которое дает возможность разблокировать финансовую помощь Украине, продемонстрировать солидарность. Что в Европейском Союзе все-таки сохраняется солидарность, есть возможность компромиссов. Силу демократической системы показывает. По данным неназванных чиновников, с которыми общалось издание, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето, Еврокомиссия готова предоставить Будапешту право в 2025 году оценить, нуждается ли Украина все еще в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС. Они таким образом надеются достичь каких-то изменений конъюнктуры в Европе. И, соответственно, таким образом в дальнейшем это решение могло быть заблокировано. Таким образом Будапешт фактически объявляет, деньги для Украины будут выделяться только с его ежегодного одобрения. Иными словами, мы сохраняем рычаг для шантажа и давления на Киев. Еврокомиссия также не против, чтобы были ежегодные проверки помощи и чтобы добавили пункт об экстренном торможении, согласно которому любая страна может вынести серьезные беспокойства по выплатам Украине на обсуждение на саммите лидеров стран-членов ЕС. Но отмечается, что это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето. Я думаю, что личные мотивы за этим стоят. Личные мотивы то, что Орбан ангажирован в политику Кремля, вмонтирован, и ему надо маневрировать, так сказать. Но в то же время он находится в противоположном союзе, в союзе демократических стран. То есть, и поэтому для того, чтобы укрепить свою власть внутри страны. Но что на самом деле стоит за требованиями Венгрии именно ежегодного пересмотра? Эксперты утверждают, что это тактика Виктора Орбана для усиления своего влияния в ЕС и демонстрации своей независимости от брюссельской политики, якобы. Он, блокируя столь значимые решения, каждый раз для себя что-то добивается. Например, перед Новым годом он смог добиться разблокировки 10 миллиардов евро помощи для Венгрии. Ранее их блокировали из-за соответствующих претензий со стороны Евросоюза к Венгрии. А тут их разблокировали. То есть, Орбан просто хочет для себя оставить инструмент, чтобы других шантажировать и добиваться чего-то для себя. Венгрия, как и другие страны ЕС, стоит перед выбором между национальными интересами и общей европейской солидарностью. И на кону стоит не только судьба Украины, но и будущее самой Европы. А ведь Орбан еще и никогда не скрывал своих тесных связей с Путиным и не раз критиковал санкции Запада против России. Исполняет, и это мы видели неоднократно, исполняет задание решения Москвы по торпедированию солидарности Европейского Союза в том числе. А с другой стороны, он должен себя показать как борца за национальные интересы венгерского народа. Так не прикрывается ли его якобы забота о целевом расходовании средств на самом деле желанием Будапешта сорвать или минимизировать помощь Украине? Киев категорически возражает против уступа к требованиям Венгрии. Ведь украинцам нужны стабильные и предсказуемые потоки помощи, а не подачки, зависящие от прихоти Орбана. Ведь когда речь идет о жизни и смерти для десятков миллионов украинцев, не до сантиментов. Но в Будапеште об этом, очевидно, не думают, в отличие от остальной Европы. Я хотел бы послать позитивный и обнадеживающий сигнал, потому что у нас есть инструменты, чтобы гарантировать, что украинцы могут полагаться на нашу помощь. Позитив в том, что в Европе все же двигаются к исправлению ситуации и возобновлению финансирования. Как бы ни развивалась эта история, одно остается неизменным. Борьба за свободу и демократию в Украине продолжается. И поддержка со стороны международного сообщества остается ключевым фактором в этой борьбе. Это не только история о деньгах и политике. Это история о людях, чья жизнь и будущее зависят от этих решений. История о стране, которая борется не только за свою независимость, но и за ценности, которые являются основой всей Европы. Продолжение следует...